Лет назад в среднем в российской семье было 8 детей. Но времена меняются, и в наши дни многодетные признают семью, воспитывающую всего троих детей. Но и троим дать воспитание и образование сейчас непросто. Общественная организация «Счастливая семья» в Ленинском районе существует около 4 лет и объединяет порядка 70 многодетных семей, просвещая родителей в их правах, предлагая юридическую и психологическую помощь на бесплатной основе. В конце декабря для участников организации прошло итоговое собрание с представителями местной власти. Итоговое собрание Ленинской районной общественной организации многодетных родителей «Счастливая семья» началось с выступления детского хора, многие участники которого из многодетных семей. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сегодня в Ленинском районе более 570 семей, в которых воспитывается трое и более детей. Многие нуждаются в социальной поддержке государства. Став членами общественной организации «Счастливая семья», многодетные родители надеются решить свои проблемы. Надежда Рассадина – мать троих детей. Многодетным, говорит она, в районе уделяется много внимания. И все же есть ряд вопросов, актуальных для каждой большой семьи. Один из главных вопросов касается здоровья наших детей и работы медицинских органов нашего района. Прежде всего, детской поликлиники, города Видное, которые обслуживают достаточно большой объем детей. Я имею в виду, чаще узких специалистов сделали портал. Да, это замечательная штука, но, видимо, плохо он работает, потому что записаться на прием к врачу практически нереально. Вопрос в отделении земельных участков озвучил первый заместитель главы района Игорь Рубищев, отметив, что на сегодняшний день в очереди стоит 196 семей. Очередь удалось сократить на 60 человек. Это семьи, которые проживают на части района, перешедшей в Москву. Для района, в котором свободных земель фактически нет, это немаловажно. Также для решения вопроса о предоставлении земли губернатор области утвердил дорожную карту. Согласно данной дорожной карте, было предложено ряду муниципальных образований, особенно те, которые находят у нас, в полисе города Москвы, искать резервы земли в других муниципальных районах в Московской области, вплоть до других субъектов Российской Федерации, граничных с Московской областью. Заместитель начальника управления образования Наталья Дубинина рассказала о работе за год в сфере образования. Большим шагом в решении предоставления мест в детских садах станет постановление администрации Ленинского района о возможности организовывать семейные детские сады для детей от двух месяцев до семи лет многодетными семьями. На собрании была возможность у каждого задать свои вопросы. Одним ответы представители администрации и депутатского корпуса дали сразу, других пригласили для личной беседы. По мнению председателя организации «Счастливая семья» Натальи Рудецкой, многодетные родители должны уметь пользоваться своими правами, ведь от этого во многом зависит благосостояние их семей. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.